Привет, друзья! Мы комментируем один на один вместе с Дурачком и Мейджином. Привет всем! Добрый день! Они сейчас будут сражаться в сложном поединке один на один. Это все записывается в преддверии от турнира нашего совместного с ESL. И сейчас они будут банить что-нибудь. Знаю, кто из вас начнет? Давайте начнет Мейджин. А у тебя ELO меньше. А у тебя ELO больше. Ну тогда UDIR. А, дурачок, ты банишь двух, потому что у нас будут такие правила. Пускай будет Мурдекайзер и Триндомер. А я Джакс еще забаню. Окей, давайте это как-нибудь запишем в письменную видео. Это я забуду. Так нормально, нормально. Все записано в звуковом виде. Я для себя записываю, чтобы я не забыл. А ты сказал Флолите, что он в эфире и опозорится на всю галактику? Конечно, сказал. И он рад. Так, ну что, готовы, не готовы? Сейчас, ты в эфире. Так, ну все, короче, да. Я лично готов. Мейджин, ты как? Я могу, да, начинать. Окей, удачи, давай. Интересно тебе играть. Тебе тогда. Какие все на публику культурные. Так, ну все, дурачок ушел. Так, так. Ну бери лисина, я разрешаю. Может пантеона? Да иди ты нафиг, дурачок хорошо играет, как пантеон. Пантеон, такая ты сила. Ну на меня все злятся, когда я его пикаю почему-то. Ну не знаю. Не, ну хочешь пикай, но просто я хотел бы, чтобы игра была интересная и народу понравилась. Раз мы это записываем, все такое. Давай попробуем Ноктюрну все-таки. Так Ноктюрн же слабее лисина, реально. Дурачок, наверное, возьмет либо Чого-то, либо кого-то еще. Не знаю, но Ноктюрн слабее того же Чого-то, например. Ну ты же за лисина лучше играешь, что бы тебе за лисиной не сыграть. У меня последнее время пошла отработка Ноктюрн или ранкетов. Не, ну как хочешь, в принципе, но мне кажется, что лисину затащишь. Ну давай, давай. Все, народ, только ради вас. Я убедил человека взять его лучшего героя. Да просто лисин какой-то сейчас попсовый такой стал. Ну да. Все пикают. Раньше все кричали, что лисину отстой и так далее. Сейчас стал он дико убер популярным. Так, расскажи про свои руны и мастерис, пожалуйста. Руны, атак дэмэдж, армор, мэджик резист и все. А квинты? Квинты атак дэмэдж. Я вообще думал докупить полностью в атак дэмэдж и армор, и мэджик резист, но пока не накопил. Не тестил. А... А пинетру не думал ему. Что? Пинетру не думал ему. Пинетру? Ну, раньше играл, но что-то атак дэмэдж как-то мне позанимательнее показалось. Вроде пинетра неплоха должна быть, но как-то, по-моему, в дамах все-таки выше с атак дэмэдж. Ну, вначале-то точно, потом не знаю. Ну, потом там уж собирается что-нибудь на пинетрации, ничего что-то. Так, сейчас надо резко уменьшить разрешение, то есть, это... Оп. Оп. Во, все отлично. Иван лапс вокруг каждой сторон. Неизвестно. Так. Ну, раньше я играл с рунами на додж. Это я сейчас сменил для Нактюр на армор. И билд был с доджем. Ну, вот я угадал пик дурачка. Да, додж хорошие руны, я до сих пор их юзую. Но немножечко лака должно присутствовать для того, чтобы они себя реализовали. По крайней мере, в начале. Вот. А дурачок взял Чогата, это очень сильный пик, в принципе. Учитывая то, что забанен Джаксу, Дир и так далее. Ты проиграл Чогату Инактива, там, заканпланка, правда, но... Была интересная игра. Ну... Конечно, был очень сильен. Ну, Инактив, он топает в 3 на 3 и 1 на 1, ну и так далее. Те, кстати, мои звуки из игры не мешают? Не очень. Ну, я уберу тогда, короче, полностью. Так, ну, естественно, раз у Меджина есть смай, то он начинает с лесной точки. Купил он, видите, ботинок и три бутылки. Лолита прослушивает меня через стрим сливает информацию. Да? Да. Ну, я стрим не делаю, боюсь, тебе огорчить, я только вот записываю. Так что... Вот, может, дурачку написать это к сегодня вечером. Про то, что сейчас ты на волках. Ну вот, берется щит для того, чтобы не потерять большое количество жизней. Ты, если будешь комментировать и не сильно отвлекаться, то будет хорошо, но я думаю, что это отвлекает. Ну, не знаю, что комментировать-то. Я вот не добил крипа сейчас, это очень плохо. Я, наверное, проиграю из-за этого. Да, это очень важный был момент. Это был важный крип-чемпион. И он еще один уцелел. Да, счет 7-4... А, 7-5. Ну, все равно Меджин впереди, потому что три валочка он взял. Смайд, конечно, дает серьезное преимущество в начале, но человек может купить что-нибудь тригенищееся и Игнаитом его будет не прожечь. Сейчас такая стандартная битва на разных линиях, то есть кто быстрее сломает таверку. Ты какой спейлмактишь? Третий или первый? Первый. На второй возьму на двое. Опа, встреча. Смайд бабки. Первая драка, то есть Сайленс, но Меджин уже и так прокасовался, не попадает шипами Дурачок, кидает Игнаит. Опа, два Экзоста. Третий спелл, чтобы Чогот не смог догнать. Но сейчас будут шипы, которые 100% подкинут. Щит. Ха-ха, Меджин делает все с блат, потому что Дурачок зацепил красный баф. И тот мимо насувал, неслаб. Видите, 95 атака у красного бафа, а у Меджина 87. То есть ящерица за несколько ударов снесла столько, сколько там Меджин за полбитвы. Да, это был интересный момент. То есть если вы помните игру Меджина против посла, я записывал видео, там как раз таки наоборот Меджин в этом плане умер как раз таки от ящерицы. Но сейчас он был осторожнее и с использованием скиллов, бьющих по площади, рядом с этим опасным красным животным. То есть с покупкой фонаря, естественно, для Меджина красный баф будет фигней. Но сейчас он наносит довольно серьезный урон. Ну вот, кстати, и сыграли руны на АД. Потому что вначале, конечно, от них толку больше. Ты, кстати, немного микрофон дышишь. Если ты его чуть-чуть отодвинешь, будет замечательно от носа. А он у меня как бы это... Могу потише сделать. Да не, не надо потише, тогда я тщательно настраивал, тогда будет хуже. Ну ладно, в принципе. Давай лучше так, как есть. Снова смайт на бабку. Ну и серьезное преимущество в крипах почти... А, ну ровно в полтора раза. То есть вначале задел какой-то есть, а чё говорит, это именно герой сильный вначале. Потом, правда, он тоже может нам зачитать покупки модредов. Всякой фигни за решать. 4.40, это значит, что рестался дракон, но пока никто к нему не пойдет. Ты, в принципе, смотри, я могу еще один прокомментировать, если я тебе мешаю, просто чтобы ты не зафейлил когда-нибудь из-за того, что я тебя отвлекаю. Ну а что мне комментировать? То, что я сейчас собираю на факел. Ну это понятно, что ты берешь в... Нет, в плане того, что я-то тебя не отвлекаю комментариями? Нет. А, ну все, отлично тогда. Ну если какие-то замечания будут, то оставляй. Так-то понятно, что... Ты занят игрой. Летит к красному бафу Миджин, наглую его забирает. Флорид сейчас будет сливать информацию. Вот, ну Лисина невероятно быстро берет красный баф без фонаря, это его особенность. Чогот тоже, кстати, это может сделать, но на шестом уровне. Мало очень хп остается, сейчас может проказ сделать Чогот, он стоит в кустах. Нет, он не стоит в кустах. А, нет, он очень хитрым способом куда-то пошел. Куда-то пошел. Странно, мне показалось, что он пошел действиями мешать, потому что внизу довольно много крипов, но он от них отказался. А где стрим? Информация не сливается. Да, информация не сливается. Ну нет, я записываю только видео. Чого-то сейчас тяжело будет догнать Лисина. Лисину, по-моему, надо щит пофиксить, у него невероятно маленький кд вначале на щит. Лично мне так кажется. Так, забирается белый баф и вместе, сами вы знаете, что комбинация красного и белого, это отличный задел на убийство врагов. Чего-то нет врагов. Враги где-то засели. Ну, значит, очищает дурачок лес, причем непонятно, где. Шестой уровень он получил. Ботинки на плюс три для того, чтобы убегать. Обычно человек покупает ботинки на плюс три для того, чтобы догонять, но в этом плане наоборот. И Миджин также выбирает ботинки на плюс три. Да, что-то дорогие эти на резист. Да, по-моему, доджи в этом плане хорош, потому что все-таки с руки бьет, хотя шипы все равно задевают. Что он бегает от меня? Так, прыжок, сейчас будет искорка, но не туда, Чогот выбрал другой путь. Снова шипы, Чогот опять орет. У него уже мало маны, очень мало маны. Экзост, попытки что-то сделать. Миджин, конечно, по понтовому сейчас без экзоста попытается убить. Вроде все получится. Третий спелл. Че-то он доджит все подряд. Ящерица бежит. Опа, отличный уорот от шипов. Попадает первым сплом Миджин, прилетает и ударом с ноги уничтожает ящерицу. Тяжело дурачку. Он пишет ля. А потом, блин, плохо, что один из игроков этого матча будет против того, чтобы его выкладывали. Ну ладно. Ну, как-то, конечно, первое убийство все, наверное, зарешалось сильно. Ты нечестно играешь. Даже экзосты не юзаешь. Я получил 280 голды и доволен. Ну, почти в два раза уже перефармили. Солида пишет всякую фигню. Давайте его заигнорим. Для его же блага. Добил с метки крипа, поэтому был к нему не прилететь. Снова ящерица есть экзост у нашего слепого монаха. И выкидывает прямо его из-под башни Мейджин. Добивает ящерицу. А, блин, минус для тебя, что те, кто посмотрит этот флот на турнире, будут монаха против тебя банить. Ну, у меня есть еще три персонажа на выбор. А еще такой-то пантеон. Да. Ну, раньше я играл за КП ГП еще. Но с его усилением мне он разонравился. Ну, для 1 на 1 это скорее ослабление, наверное, с учетом того, что раньше был Игнает встроенный. Ослаблением? Ну, Игнает. Убрали встроенный Игнает. А это да. А замедление красный, белый, баф там все такое. От ульта и так есть замедление. Опа. Что-то подлаговочка была. Я вард воткнул лагу. Лаговард. Ну да, хороший вард для того, чтобы летать на него щитом. 11-й левел уже слепой монах. Чогат пытается что-то собрать. Это что-то, это этот, как он называется-то. На снижение маг брони. Скорость атаки, е-мое. Забыл название арта, но неважно. Меджин пытается забрать таверку в наглую. Уходит от шипов. Хоть он и получил за этого два лишних удара, но так бы он получил там 3-4, наверное, лишних, если бы его подкинуло. Ну, еще бы от таверки получил. Ну, да, я про удары таверки и говорил. Понятно, что сейчас ударочок-то не сравняться с таверкой. 11-й левел уже против 8-го. Тяжело, ящерица. Ну, и, в принципе, по этому видео понятен. Основной претендент даст. Просто с удара с ноги с разворота убили. Чогат и дурачок пишет. КГ. Десятая минута. Какой-то убер-быстрый матч. Блин, можешь сразу еще несколько записать? Может, две игры сразу запишем? Ты не против? Вообще нет. Я думаю, если бы не лиза, а помощник, все бы было не так. Ну, это понятно не так, но... Конечно, считаю, что я хитро заманил, все рассчитал. Но учитывая, что ты за лизарда проиграл матч, то, возможно, ты его и учитываешь. Ну, это было скорее как? Везение, как ты думаешь? Это сейчас? Ну, я уже убегал, было мало хп, я понял, что не убегу. Решил драться, он зацепил лизарда. Решил, конечно, Микрополяк, явно там дача какая-то присутствовала. Ну, да. Ну, с другой стороны, у него очень такие глобальные скиллы. Так, дурачок снова зовет. Как все рассчитано было. О, может посмотреть со стороны дурачка, кстати? Дурачок, гол с твоей стороны по стримлю. Что-то чат дрожит, непонятное происходит. Все, ну, давай тогда, я присоединись к дурачку. Давай, давай. Здарова, чемпион. Друзья. Что-то ты как-то не чемпион. Так, там ФБ такой лаг страшный вообще, жесть. Так, блин, у тебя, этот, первый скилл на половину расстояния между, там, двумя стенками, фактически. Что? Ну, у тебя первый скилл действует, ну, у него площадь примерно как половина расстояния между теми стенками. То есть, ты понятно, что лизерда, скорее всего, зацепишь? Я его не зацепил. Ну, третьим тогда зацепил. Третьим, может быть. Нет, лизерд стоял и сам вдруг напал, короче. Да? Да, так. А, вот, блин, я-то че сдох. Фак. Ты че, не понял, что ли? Нет. Там у лизерда атака, я посмотрел, 95, у Мейджина 87. И тебе лизерд два раза теслаком по голове дал, и все. Ну, давай, баня, Леша. Да, подожди, может быть, у нас Леша то же самое. Ой, че-то на части зоне, вы там пока разбирайтесь, а я... Алло. Да, здравствуйте. Да, да. Да. Субтитры создавал DimaTorzok 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 уже норм да на шестом вполне даже уже после 9 вполне могу дать какое-то сопротивление даже на шестом тяжел на шестом в крипах ульта вообще крутой особенно учитывая это чем-то сравнимо с мордой который тоже не может жить без крипов ну точнее гна это у него нет вот поэтому он не помешает и отхилив сам каждого ножа по полтосу а его ульт конечно в стычке один на один только если там догнать отступающего труса почему у тебя такой некрасивый скин на ерелию скажи мне мне он больше всего нравится в нем более прорисованные так сказать детали просто черный скин он отличается там только цветом абсолютно больше ничем флолита джита компостирует мозги бедными джин выхода ли его плохие руки да ладно ничего страшного мне бы выносил мозг пускай ему тоже будет минус мораль там все были в равных условиях ты компостировал мозг миджину нет смысле что сначала флолита компостировал мозг тебе а потом ему а окей так ну каждый час возьмет по стандартной точке ну да причем не одно интересно он забирал полную точку или только одного большого он забирал полную точку волков волки это другое дело но чё-то и релия как-то получила по голове неплохо да не душевно тогда может ребята ты не через 2 играешь через 2 все равно что-то слабовато отрегенился ну ладно дурачок потерял опыт всего лишь за не потерял потерял всего лишь одного крипа вот кстати ноктюр нужен прекрасно видим он ходил искал меня после того как забрал точку да то есть если дурачок собирал 2 голема то он бы отдался вместе со вторым големом на поэтому чувство такого самовыживания вы видите дурачок знает что миджин пошел на ну в прошлой игре пошел наверх поэтому в этой игре прячется внизу потому что до 6 левела им нельзя сталкиваться друг с другом на проблема в том то что очень мало трудом ага 2 спала то чем вообще отличается верили от всех остальных героев то есть это ее фишка родная вот просто нет потерпеть левел так до 9 дальше могу спокойно ходить в драке то есть то что сейчас может произойти мне нафиг не надо сейчас будет знаменитая драка у лизарда лизарда почему-то никто не зацепил нет пожалуй я больше не допущу миджин покрепа тебе сложно у тебя такой кинжал если ну такого такого ультом если зацепишь вот проходя мимо бабок сразу забираю смайтом большую бабку труда больше денег но чем чем остается и пропадал тем не менее нравится чего дисконнектула что ли кого куда диском ногтюру стоит на месте не знаю может что пишет мыши с лолитой общается а флолит ее за игнорил блин 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 походу ногтем дисконнекты да чё-то плохо так сейчас пригласим конфу штуки блин отстой придется на энергии им делать сделаем с проблем часто куда пушу сломай его nexus я быстренько не пушит не падают некрасиво другом час реконектится поэтому я пойду пушить другой войн поэтому я пойду пофармю все что можно или на чё за фигня да все у него отубился интернет или свет или что ты еще сразу видимо чувак спугался как я сижу на первой игре доктор не боится он сам только пугает это да хорошо что мы с ним 3 на 3 сыграли у него такое часто бывает я не знаю я не очень часто с не общаюсь чтобы знать особенности и его интернета и на понятно что эту игру продолжать смысл особо нет да он знаю видимо видимо выложу только прошлую игру ты не против против я скажу это который разнос в ноль это не считается почему не считается я думаю или против этой херни будет интересно против нока или можно сразу несколько игру но допустим 2 3 но ногтем слабее просто и религии что я знаю а варик анекдот вот я и красный человек ушел регейм пену честно будет регейм то что шестой а он четвертый в той игре то же самое было это даже никуда не вылетал я за регейм я то я то все равно победил не все равно ну тогда все регейм лично я но это было бы правильно и интересно потому что чё победа во первых это и случае чего я лишит миджи на хорошие отмазки что типа блин вот если бы мы были одинакового левела в принципе да он бы мне это потом это очень долгий куда не они вам точно это не сказал я его немного знаю вот ну хорошо что мы не играли в 3 на 3 в этот момент ранки ведь можно вы подождите сыграть 3 на 3 ранки с удовольствием убить маму еще раз убить кого николай николай ну топ 5 соло ранки да то кто ну мама топ 5 соло ранки до новости а это деревня ну фигня короче ло ло парень так только из элла хэлла вы меня таких каждый день вы как будто сериал снимаете флорита и так в эфире кроме тех моментов когда я его игнорю то есть почти всегда в игре я но на самом деле нормальный но в играх иногда что-то так я педантичен своем пике лично ты будешь вполне без к так что мне взять и репли вот нафига ревайв мне только не очень понятно на самом деле очень интересная страта я сам очень разобрался зачем но это видим очень интересно просто тема в том что да если он тебя убьет то в принципе ты придешь с ревайва ля 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 и свое базу но это будет всего лишь один раз а это не мешает ему следующий раз тебя убить благодаря экзосту с полной веткой в качественный третий ветка то есть у меня будет где-то раз в пять минут уже я могу использовать ревайв ну для этого тебя до 1 5 минут отдаваться а не раз 6 минут правильно умерать это надо постараться нет тут видишь он в конце тебя скорее всего победит в первой битве благодаря экзосту В первой битве, да, но кто сказал, что я полезу на рожон? Ну, а зачем тебе тогда ревайв, если ты не дерешься и не собираешься умирать? То есть первые там 7 минут ты будешь терпеть жестко и ревайв не использовать. Но в будущих моментах вдруг там что-то там. Так что-то какие-то васьки пишут. Или что-то еще. Хвалита Корки, пилот вертолета. Так, почему-то он опять not connected. Да, это не радует. Все из-за дурачка, блин. Да, бывает на самом деле. Главное не расстраиваться в такие моменты, просто если это грузит на нервную систему. Ничего не выйдет. Ну, пипец, дурачок вообще мошнила какой-то. Он постоянно дисконнект. Если он не может кого-то победить, то он его выкидывает из клиента. Включим полную джедайскую силу и покажем на что способен. Не, ну в принципе Фло может мне помешать. Расстрелять тебе вертолет? Застрелить, да. Ну так неинтересно. Пусти его в игру уже запарил, блин. Мало того, что первую стрелку еще и... Пишет турный эндинг-су, и все висит. А ты вскать можешь его набрать? Ну, герой-то я взял. Блин. Перезайти, что ли. Так что у него там происходит? Ты нот коннектед. Он уже перезашел в клиент даже. Короче, лол радует нас своими багами. Да. То есть он сейчас реконектнется, да? Ну, не знаю. Скорее всего нет, потому что первый раз реконект не помог. Он полностью закрывал лигу или то, как лаунчер или клиент? Не, я не сказал, перезайди в клиент, так что. Ну, че он? Сейчас напишет, что он дисконнектед или он успел подгрузиться? Нет, реконект сразу не было. Я бегу быстрее релий, вы видите, она какая-то слабая. Ты выключи гост. Сейчас я пойду мы включать ревайф и будем гоняться с тобой. О, реконектед, отлично, все. Надеюсь, сейчас будет без всяких тупых багов и так далее. Дурачок перестанет признавать свою слабость, выкидывая оппонента из игры. Тише ты. Никто не должен об этом знать. Так, дурачок идет на новую точку, потому что, видимо, в тот раз приход оппонента почти ему в спину должен был его чего-то научить. Да, поэтому я буду более осторожен в этот момент. Илекс, можно было бы попробовать, на самом деле, пойти на его точку, со стильского там большого крипика. Но это очень рискованно. Ну да. Мне очень нравится, что КД третьего спыла у Ренектона 18 секунд. Очень нравится. Да, очень. Сбалансированный герой, сильный. Как будто у Ирили практически. Ну да, что-то как-то слабовато. Я понимаю, если бы он хотя бы через стенки прыгал большие, так он даже вот через эти не прыгает, походу. Например, от Нексуса вот до этой вышки. Это вполне нормально. Да, 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 да. Ну или до дракона. С фонтана до дракона. С тремя фонарей. Этот и прелагающийся. О, и здесь даже не прыгает. Ну опять. Ну это только визуально, на самом деле. Нерабочая часть. Тут опять дурачок, короче. Включил свои хаки. Забирает он с Майдом бабку. Для того, чтобы... Да, он только одну. Получить, да, преимущество в опыте. Но так как он очень сильно боится, а дропхак его что-то сломался, он идет на линию. Я решил играть по-честному. Педантичный Миджин все еще идет наверх. То есть не стал он там как-то обходить дурачка. То есть тоже он забрал всего лишь одного крипа, видимо. Нет, ни одного. Волчков он забрал. Пропускает он одного моба, кстати. Счет 5-5 по мобам. Пожалуй, нет. 7-5. А, теми-то вместе с Лис... Да, да, да. Его волчки не показались просто. Такое ощущение, что я сейчас получу по лицу, задевьте кусты. Да, то есть он сейчас ждет Ирелию и одновременно фармит. То есть так как он крипов еще особо пока не начал терять, дурачок своих уже потерял. То есть сейчас Миджин... А, нет, он не стал фармить точку, он сразу же пришел вот сюда. А Ирелия это тоже здесь, а сделать ей здесь больше нечего. Она должна бежать наверх, но это потеря времени, конечно. 8 на 6. Как-то у меня нету третьего скилла, мне драться очень так очень бесполезно, в принципе. Буду просто прыгать и фармить. Неплохо огреб от пассивочки. Да, я получил крит, когда он двумя руками так красиво меня ткнул. Так это пассивка была? Нет, это была не пассивка. При пассивке он крутится. А тут он с двух рук. Ну, не суть, короче говоря, это было, да, больно. Да, было действительно больно. Сейчас будут всеми возможными и невозможными способами мешать мне фармиться. Это будет очень проблематично. Дурачок скачет как псих. Вот, стан. Стан, но фирсина сработал, правда. Он недалеко, ну, в смысле, я недалеко убежал. Первый левел фира, стана. Недолго очень. Да, учитывая пассивку и релии. Все окей. Пассивка режет, кстати, на 10% от одного чемпиона по близости находящегося все отрицательные эффекты, унижающие на мне. Спасибо тебе. Видите, друзья, мы знаем, как работает пассивка и релии. Так, что, Миджин растерял всю манну в своих битвах здесь. Кстати, да. Спасибо, что ты мне это сказал. Может пригодится. Но все равно у него все еще есть экзост, а у дурачка есть очень полезный ревайв. Ну, в принципе, эта игра и позволит нам убедиться, полезен ревайв или полная фигня. Мы видим, он очень агрессивно играет, это вполне обоснованно. Нельзя пока что не давать расслабиться, совершенно. Сейчас Миджину надо было бежать на топ, вот вместо того, чтобы танцевать диссерелий, надо было не терять мобов. А он потеряет, не знаю, уже где-то 4 потерял, 5-й понатыкал каких-то армор-рун. Да, у него какие-то руны на армор, действительно. Нет, 18, у него отображается. А написать, у тебя... Может, он думал, что я возьму АДшника. Плюс 18, не знаю, что ты думал. Нет, в прошлой игре у него вообще было невероятно много рун на армор. Сейчас что-то послабее. Атаки. Надо, чтобы он не волновался, а то ты, как обычно, вытащишь на плюс морали. Не, на самом деле, конечно, было бы красиво, если бы ты сейчас победил, все такое. Справедливость, не знаю, несправедливость, просто там... Ты разрешишь мне выложить этот вот, в итоге... А то, как обычно. Ну, пожалуйста, ну не надо. Я снова помою тебе полы в комнате, не выкладываю. Хватит палить меня. Так, Ирелия покупает когти для того, чтобы быстрее убивать его. Берет шестой уровень. Он, так как, еще не ходил до сих пор на базу ни одного раза. Он купит сразу фонарь, конечно. У него 27 мобов, у Ирелии 28, молодец, Ирелия. Ну, это то, что он очень много мобов сверху потерял. И не отображается то, что он там нафармил в лесах. Три моба. Но, блин, учитывая то, что... А, может быть, он еще проходя мимо там больших мобов их смайтил. Что он очень даже вероятно. А, ну, не, но он с линии-то особо не уходил, не знаю. Но это, да, это хорошая тема, когда вы берете смайт, его, естественно, надо реализовывать, постоянно ходя с линию на линию и забирая монстров. Зато смайт... Такие моменты понимаешь, что пушка иногда лишняя снизу, потому что она забирает слишком уж много монстров. Да. Прыгает Ирелия, стоит только сделать один неправильный прыжок и все к чертям полетит. КД там огромная прыжка, 12 секунд. Ты прыжок на один, да? Да, конечно, на один, только ради фарма. Дамаг там не очень серьезный. Ну да, там КД уменьшается. Сейчас юзает дурачок ульт. Амиджин сейчас, наверное, заберет одну точку в лесах и пойдет за фонарем. Фонарь стоит 1600, ой, 1600, да? Да, что ты дважды зафейлил. Так, сразу же прокнула. И все. Ну сейчас посмотрим, даст ли Ноктерн за фармить Ирелии красный баф. Нет, крокодил сильный герой, плюс 56 атаки, 18 секунд КД третьего скилла, неплохо. Я думаю, еще надо монокост ввести, например, 200 маны за третий скилл. Как думаешь? 200 маны для Ирелии? Нет, 200 маны крокодилу на прыжок. А, да, было бы неплохо. Будет абсолютно, честно. В полном ее отсутствии. 18 секунд КД, 200 маны, да, причем полная заслеванная. И так, и так он юзает прыжок невероятно редко, а так будет... Совсем не юзает. Так, и так совсем не юзает. Ну, в принципе, разницы никакой. Что, 18 секунд, что не 18 секунд? Учитывая то, что крокодилу надо максить первый, то третий у него обычно поднят как раз-таки на единичку. Сейчас Ирелия сможет купить себе фонарь, а я смогу себе купить артефакт на деньги, наверное. Боюсь, что я себе куплю не фонарь пока что. А, ботинки на додж? Ну, тоже отличное решение. Понятно, что только их можно здесь покупать. Ну, другой вариант, только ботинки на... Атакс пид. На третью скорость. Ну, да, либо на атакс пид. Но додж против Ноктюрна намного лучше. Да, Ноктюрна уже забрал две точки с бафами. Бежит на красный, но его там нет, к сожалению. Не, ну, вряд ли он бежит на красный, потому что красный висит на тебя. Он, наверное, бежит на лесную точку, что у него там он... А, он уже закупился, купил фонарь, ботинок. И сейчас с белым бафом будет тебя пытаться изнасиловать. Но ты его застанил, молодец. Да, пока что не сильно это надо. Нашел големов, конечно же, я их заберу. Это очень много денег и экспы. И забираются они очень даже легко. Ну, особенно если когти прокают. Особенно если ты забираешься у одного голема, потому что у тебя крипы подходят к таварке. Вот, зафейленный прыжок. Да, и пошло в КД. Теперь будет уже гораздо проблематичнее фармить. Не, ну вот с этими двумя повезло, а вот... А, с этим тоже он окей, ну вот. Курочок, молодец. Одного потерял, да. Так, я вижу, что у него уже пушится низ. Правда, тележка немного затормотит Меджина. Даст мне несколько секунд, чтобы добежать до него. Как вы знаете, дальнего крипа сложно добить из-под таварки. И Релия своим прыжком с этим, в принципе, справиться может. Но если вы прыжок зафейлите... Оп, здесь тоже отличные прыжки. Ульту и также дурачок. Ульту ни в коем случае не надо экономить, потому что замесов пока не предвидится. Его понятны, все еще есть экзаст. Он опережает дурачка на целых два уровня. Но пока по все абсолютно не опережает. То есть, эта игра не будет такой в одни ворота, как прошлое. Которую я тоже обязательно выложу вместе с этой в одном видео. Чему я тебе очень благодарен. Да, крокодил все еще прыгает на фонтане. Ну, Меджин сейчас может забрать дракона вообще легко. А дурачок... Я вряд ли смогу этому помешать. Нет, в принципе... Да нет, вряд ли сможешь. У тебя мало манны, у тебя нет ульты. Ну, ульта в один на один вряд ли там сильно мне поможет, но все же отдал, да. Прикольно, он забрал. И сейчас идет пушить линию. Юрелия возвращается. Она сейчас купит, наверное, себе фонарь наконец-то. Да, фонарь уже готов. Ну, Юрелия не так важен в фонаре вначале, потому что у нее второй спел и так ее регенит. Понятно, что лайфстил вначале нужен, потому что он позволяет вам дольше держаться на линии. А так, по какой-то причине, по отсутствию жизни, вам придется раньше уходить и потерять там, например, полторы пачечки. А это уже пол посоха на вампиризма. Да, дальше сборка определяется тем, что купит себе как раз именно Ноктюрн. Мне очень важно знать, он все будет продолжать покупать АД-дамаг или же магический что-нибудь типа Витцента. Ну да, у него два варианта. Либо Гостблейд, либо Витцент как раз таки. Ну, третий вариант еще есть. ХП чуть собрать против Труда Мага от Ирелии. Да, но в ответ же легко собрать Бултразер. Ну, как легко? Относительно легко. Если его соберут, то будет, в принципе, все. Очень даже плачевно. Ну да, я вот помню, играл Ноктюрн против Чогота, и я убил Чогота, но сломал его Нексус в тот момент, когда до Мадредов ему оставалось 150 голды. Это было, конечно, очень-очень острый поединок. Пришлось запрячь весь скилл, потому что я понимаю, что если он соберет Мадреда, а мне там Вармок, все такое, он как раз против ульта Чогота, то будет все плачь. Я выбрал я в артном меде, так как я забирал довольно-таки давно красный баф именно. Его он неплохо против Ирелии. Его совершенно не хочу, так как это равнозначно смерти. То есть он очень быстрый. И если я получу, еще не возникает, является, кстати говоря, Ноктюрный Ночко. Потемнело все. И пугается Ирелия. Сейчас она будет кидать стан. А, или она уже кинула, наверное, в щит. Я уже кидал стан. Экзост. Я дам его еще раз. Экзоста нет, я ухожу. Снова стан. Очень сбалансированный стан у Ирелии. Если сравнить КД стана... Маленький. И я ушел. Если сравнить КД станы Ирелии и прыжка Редниктона, то... Разницы практически никакой, да. Да, разницы нет. То есть Миджин по скилу использовал щит, но тем не менее не смог добить Ирелию с ее имбалотным станом. Валим, то, что тут уже начинает теряться красный баф, но ему очень часто прокнуло. Это ему, конечно, большой плюс. Ирелия что-то подергалась туда-сюда. Можно попытаться подраться как-нибудь. Но у него красный баф, конечно же, его будет догнать очень тяжело. Поэтому я ухожу на топ, потому что вот-вот появятся бафы. Вот эти. Их надо забрать. Если я ему отдам еще и белый баф, это будет вообще страшно. Доктер не стал драться, потому что он давно не закупался, и это правильно, потому что он мог бы слиться, отдать красный баф, ну и так далее. А именно вначале он силен, потом, конечно, имбовая пассивка Ирелии будет тащить вместе с ее частными станами. Но Омин, я считаю, очень нужен, потому что он даст и ХП, и армор, учитывая то, что... Третий, кстати, у Ирелия, это Мэйджик или ФИС? Мэйджик, да? Третий, это Мэджик, да. Да, вот третий-единственный Мэджик, ульта теперь тоже ФИС, уже довольно давно. Да. Вот, поэтому броня все равно против нее нужна. Но Мэджин все-таки остался, чуть дофармил, он вроде там взял гост баф сверху. Да, он забрал сверху гост баф, неплохо подфартило. Мне попался, к сожалению, зеленый. Он мне не очень сильно нужен. Не, почему не нужен? Нужен, конечно, атак спит. Но белый баф позволяет вам траться тогда, когда вы этого хотите, и, соответственно... Да, это зависит только от него. Убегать, когда... Сейчас вот если он купит что-то хорошее, возможно, он может убить Ирель. Нет, никак он на базу не уйдет, то есть он решил, видимо, купить артефакт типа Trinity Force или Infinity Edge с одного клика. Очень много он фармит. У него сейчас порядка 2000 голды. Ну, не, лень читать по клипам. Кстати, Ирель впереди на 10 мон... А, ну, не видим лесных монстров Ноктерна, поэтому Ноктерн впереди. Учитывая то, что Дракон, это примерно 13 мобов, Ноктерн сильно впереди. Да, но это ни капельки пока что не удивительно. Посмотрим, что будет далее. В принципе, у меня уже есть 2000 нафармлено. Мне очень интересно, что же купит Ноктерн в свою очередь. Вот, после этого уже сделаю я свой выбор. Ну да, Ghost Blade или... Ну, Витцент сейчас вряд ли стоит покупать, потому что слишком мало у тебя магического дамага и... Да, Витцент я не возьму. Есть такой вариант, что я пойду или в Ghost Blade, или Trinity Force, или что-либо подобное. Ну да. Ну, Тринька дороговато, конечно. Тринька, конечно, да, дороговато, но... Так, вот он уже появился. Вот Ghost Blade сразу же. Сразу же Ghost Blade и ботинки на додж. Отлично. Значит, он не берет Симак Дев, поэтому я соберу сразу же против его. Доджа. Сордов Дивайн. Ну да, Диванчик неплохой артефакт. Там уже он дает атак спид нужные рели. Ну и вот против этого, конечно, очень нужен Варден Смейл. И против рели, и против Ноктерн, это отличный выбор, потому что он серьезно замедляет. Там стоит всего лишь 1300, дает много брони. Да, это огромный плюс дает. Ну, Варден Смейл вообще must have. Миджин решил чуть поздравить. Насколько я его знаю, он человек очень спокойный. Ну, уже видимо, хочет как-то вызвать какую-то реакцию и заставить дурачка драться, потому что в лейте он, конечно, будет слабее. Ну, лично мое мнение, что Ноктерн слабее в лейте. Но, с другой стороны, опять-таки все зависит от затары и от того, кто как потыкает на кнопки. Да, вот я уже отдаю второго дракона, только в силу того, что нет возможности пока что победить его. Один на один. Ну, Миджину сейчас надо поставить больше вардов для того, чтобы где-то поймать дурачка. Вот как сейчас и был, он видел мой подход, он сразу шел в мою сторону. Интересно, что он даже не ломает башни, потому что понимает, что из-за башни... Вот мы его видим. Ты теряешь золото. Да, тебе еще надо куда-то убежать. Через ультон почему-то не стал за мной прыгать. Не хочешь. Потому что он понял, что все равно ты еще раз застанешь и все. То есть ему нужно либо красный, либо белый для того, чтобы тебя убить, а без этого... Ничего, у тебя нормально так 135 брони. То есть у тебя... Да, брони у меня... А, на фонарь, на ботинок. Так, драться не... Встреча такая, но Ирилья застанела. Сейчас еще раз застанет. Я могу даже подтыкать его немного. Он не юзает пока гостблейд, и сейчас прямо вместе с гостблейдом прямо по тарам попытается что-то сделать. Не повезло, у него кончился щит. Даркнесс прямо вплотную. Ирилья все-таки убивает. Сейчас, наверное, ФБ все-таки будет. Ой, в смысле, сам он умрет. Он меня убивает. Ирилья бежит просто на всех парах. Очень помог ей ревайв в этом сражении. Да, неплохо. Но Мейджин не дурачок. Опять рассчитано. Мейджин не дурачок, не стал ждать в этих кустах, иначе бы он умер. Но зато он оставляет дурачку красный баф. Да, хотя бы какой-то в этом плюс. Ну, то есть, сильный ревайв. Дело в том, что сейчас еще Мейджин не проперл щитом. Но не то, что не проперл, он рано его заюзал. То есть, не стоит в этом, конечно, его обвинять, потому что сложно рассчитать такие моменты. Но если бы он чуть позже заюзал еще щит, то он бы 100% бы выжил. Но и сейчас также он остался в живых. Молодец. Еще, оказывается, я допустил страшнейшую ошибку. Не прокачал в Мейстере с ревайв, чтобы он мне давал дополнительное хп. Ну да, это глупо 400 хп потерять. Да. А ты диван включал в драки? Диван, да, включал, конечно же. Диван вообще отличная вещь. Он дает и пинетру, и атак спит. То есть, видите, но сейчас два варианта. Опять-таки, либо продолжать гнуть свою линию саде у Мейджина. Опа, мне сказать, что я буду disconnected. Такой большой кд у Лениктона, что если только прыгать, то тебя disconnected с игры. Купай себе бф. Не, ну, дурачку сейчас, конечно, надо покупать армор. А, хотя не, у него и так много армора. Да, дефом. Пока что мне достаточно. Опа, он забрал точку, либо еще не резнулось. Побегаю, посмотрю, что тут вообще происходит. Ладно, ничего страшного нету. Двойной белый бафон Октерна. И уже бф-сворд, да. Также он купил вард вместе с фонарем. Он будет освещать карту и нападать на дурачка, когда тот ты не ожидает. Разница в левеле аж три единицы. И две двойки. Да, мне пушит низ. Я пушу, пожалуй, топ, чтобы как-то можно быстрее прийти на помощь своему нижнему лайну. Так, как осталось только вышка перед инкибитором. Да, уже пришлось уходить. Дело в том, что Минджин сразу не убивал башни, потому что башни это фактически Тор... О, как он сейчас рассчитал? Вот это круто. Мне казалось, что сейчас башня будет бить его, но все-таки там появился крип. Щит от стана. Дурачок испуган убегает. Лоу. В общем, больно идет дамаг. Очень. Вплотную уже ульт. И Минджин убивает дурачка прямо на базе и значит, что он же запушит как минимум в одну сторону. Что-то не так. Я полностью согласна с Флолитой. Я не знаю, что пишет Флолита, но... Флолита в стоке. Дурачок запретит выкладывать. Ну что-то Минджин, не знаю, не похож на себя, в плане троллинга, но не знаю. Он троллит? Ну, не то, что тролл... Ну, не знаю, все-таки. Я бы молчал в этом плане, ну что, конечно, обидно человеку, наверное, проигрывать. Крокодил бы пошел в бой, но у меня настолько низкий КД, что... В принципе, я скоро нафармлю золото. Довольно много. Кстати, от дурачка здесь лежала только вот эта вот штука его. Так, Минджин решил сразу запушить. То есть сейчас он возьмет, скорее всего, какой-нибудь Бладфестер там, или, например, этот, Кливер. Кливер вполне возможностей. Он возьмется, и тогда у него будет довольно много Пенетры. То есть Госблэйда с этого, ну и в сумме так неплохо, учитывая то, что ты броню особо не стакаешь. Все-таки, я считаю, зря ты купил артефакт на, ну, типа дивана, в том плане, что тебе нужна выживаемость именно сейчас, для того, чтобы затерпеть до лейтгейма, для того, чтобы он даже под тавер не смог тебя убить. Вот, поэтому хорошо... Скорее у меня будет фейдж, хотя бы сколько ты хп будет. Ну, фейдж, покупать фейдж для хп, тем более начинать его через меч, это не лучшая тема для выживаемости. Да, мне тоже так поначалу казалось. То есть Варденс Мэйл, Торн Мэйл, и все, и пусть Мейджин там что хочет, то и делает. Но с другой стороны, Варденс Мэйл, скорее всего, надо будет взять, или Торн Мэйл что-то типа того. Маг защиты у него просто нету, дамаг пойдет по нему очень серьезный. Ну да, кстати. Учитывая то, что у него нереально большой дамаг, но мало маг защиты по сравнению с дурачком. Там примерно тот же дамаг от Торн Мэйла будет идти, что дамажит ногтю. Но понятно, что Ирилья тоже бьет. В сумме будет страшно, одним словом. Ну я думаю, урок к этой игре не берите, дети, ревайв, по крайней мере, если вы не знаете, как его юзать. Хорошо. Будем. Так, ну увидите, что уже нечестно. Ты честно, можно это завестить зрители, то что дурачок играет с этим спеллом первый раз. На всякий случай. Не надо врать, я думаю, все-таки нашим зрителям. Так вот, у дурачка почти столько же хп, сколько у сильного моба, я думаю, это нечестно. И я опять прыгнул. Достаточно. Так, броньку он покупает, то есть фейдж дает очень много хп. Не, ну сейчас главное затерпеть, затерпеть сложно, потому что ногтю сейчас чуть-чуть пропушит низ. Ну сейчас он заберет дракона, уже забрал. Уже все бафы забрал. Красный, да. Пока что, кстати, он еще не закупался. Да, будет. Ну, возможно, он выиграет и так, без закупки. Дефа у меня уже две сотни, так что вряд ли. Так легко ему это все дастся. Ну да, учитывая то, что у него только физдамаг, магический дамаг наносит только третий скилл, ну и дурачок отпушивает своим ультом, отлично. Так, он, по-моему, направился куда-то в сторону низа. У тебя какой сейчас кд ульта? 34 секунды. Ну, то есть почти каждую пачку фактически дурачок может ломать со своего ульта. Это, конечно, сильно. Именно так. То есть один сильный крип на таких минутах особо ничего не дамажит. Уже 1700. Джин, кстати, ушел на базу закупаться, наконец. Сейчас он меня удивит своим сбором, скорее всего. Ну, либо Кливер, либо Блодфестер. Хотя, может быть, и Инфинка, потому что у него крит-шанс есть там какой-то. Ну, неважно. У него такой перефарм, что любая реализация своих возможностей будет у него сильна. Но все-таки ему хорошо бы чуть армора еще купить. Хотя у него и так его много. Просто для того, чтобы игнорировать и Таверку и обычные атаки и Релии. Да. Посмотрим. Пока что мне ничего не ясно. На самом деле, то, что он мне сломал один лайн, это как-то меня не сильно расстраивает на данный момент. Отпушивать довольно-таки просто. Значит, это еще фарм. Вот он уже пришел на низ. А вот он Омин будет покупать. А, ну Блодфестер, что он все-таки купил. Но покупает еще и Омин, еще и красную баночку, еще и мозг. Прикупил вообще нормально. И ломает башню наглую. Лол. Ирилия пытается убить. Его очень тяжело помешать. Но она его не доволит. Почти с ума сойти. И не может сейчас свой стан заюзать, самое обидное. Экзост? Экзост? У тебя ревайф откатился? Нет. Очень полезный спел, выйти на рот. Почему я не могу регенеться? Что за странная игра? Сломали фонтан дурочку, видимо. Так, последнее нападение. Достаточно. Пошел вон. Да отстанет меня. Опа, самолет полетел. И убил. Ну и допушивается Nexus. Ну вот такая вот вышла игра. Отличная игра. То есть дурачка будет, что переосмыслить. Как раз она показывает, что не надо брать ревайф. Перед надвигающимся турниром есть что переосмыслить. Так что появился сильный оппонент. играть там совершенно без смайта и шуты. То есть этого. Экзост или игната очень тяжело. Как вы сами только что убедились. Ну да. Заставляет терпеть началь и все такое. Да. Что-то, блин, вот видишь, с тобой, ты плохой али. У меня 2.8к, а у Флолиты он 4.8. Как-то нечестно, я думаю, слегка. Вот. Ну, это была игра фактически агитация к участвовать вам в турнире 1 на 1 на Весте. То есть первое место получит 500 рублей либо Champions Bundle по своему выбору. Champions Bundle довольно много всех фигни. Там Blitzkrank, Anivia, Heimer. Ну, вы можете сами посмотреть в магазине, если вам интересно. То есть там довольно много героев. Вот. Ну и сам дурачок наверное расскажет вам, что он скоро будет стримить. Да, товарищ? Да, в скором времени максимум через недельку вы можете меня увидеть в роли стримера. То есть вы будете смотреть соло рангиды, также тим рангиды и игры 1 на 1 на ESL ладер. Может быть даже какие-нибудь турниры. Вот так. Да, возможно даже финал Дримхака. И еще последнее, что я хотел сказать, если вы только приехали с отдыха там и так далее и не увидели Dota 2, то вы можете посмотреть у нас на GameZ видео с Dota 2 чемпионата. Ну и поучаствовать в хулеваре о том, что фигня это или игра будущего, которая захватит галактику и уничтожит всех. А ты хочешь еще играть что ли? Да, поступило предложение сыграть еще. Блин. Гол 3х3 ранкет может быть? Давай еще раз 1 на 1 я с ним сыграю, как-то мне понравилось. Да ты запарил, блин. Последний раз. Я хочу кушать. Приятного аппетита. Блин. Я не знаю, как записать это все дело. Не, ну ладно, и так нормально вам игр было. Да лучше 3 на 3 ранкет, зачем вам 1 на 1? Сейчас я посмотрю, есть ли мне за кого еще сыграть 1 на 1. Да не, забей, короче. Ну все, я останавливаю запись и... закрывай.